Русский язык Ребята, давайте вспомним, из каких частей состоит слово. Часть слова известная всем. Не быть его может совсем. Оно может быть звуковое, а может быть и нулевое. Окончание. Что называется окончанием? Окончание – это изменяемая значимая часть слова, которая образует форму слова и служит для связи слов в предложении. Послушайте и отгадайте следующую загадку. Она выражает значение слова и называется просто... Основа. Основа слова включает в себя всё слово, кроме окончания, и является носителем лексического значения этого слова. Угадайте, что это? Корень. Что называется корнем слова? Корень – это общая значимая часть всех родственных слов. Перед корнем подставляем. Эту часть как называем? Приставка. Что называется приставкой? Приставка. Приставка – часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Приставки со словами всегда пишутся слитно. После корня он стоит перед окончанием. Его я, если заменю, другое слово получу. Суффикс. Что называется суффиксом? Суффикс – часть слова, которая стоит после корня, служит для образования новых слов. Итак, слово может состоять из окончания, корня, приставки и суффикса. Вспомните порядок разбора слова по составу. Разбор слова мы всегда начинаем с определения окончания. Порядок разбора слова по составу. Первое. Прочитай слово. Измени его и выдели окончание. Второе. Находим основу слова. Это слово без окончания. Третье. Подбери несколько родственных слов. Выдели корень. Четвертое. Укажи приставку. Приставка стоит перед корнем. Пятое. Укажи суффикс. Суффикс. Суффикс стоит после корня, перед окончанием. Разберем слова по составу. Сад, рассада, садик, посадки. Сад. Окончание нулевое. Основа. Сад. Корень. Сад. Сад. Рассада. Окончание. А. Основа слова. Рассад. Корень. Сад. Приставка. Раз. Садик. Окончание. Нулевое. Основа. Садик. Корень. Сад. Суффикс. Ик. Посадки. Окончание. И. Основа слова. Посадк. Корень. Сад. Приставка по суффикс к. Можно ли эти слова назвать родственными или однокоренными? Это однокоренные слова. Все слова имеют общую часть, корень, и они близкие по значению. Это однокоренные слова. В слове «зима» корень «зим». Слова «зимний», «зимушка», «зимовка» образованы от слова «зима». У них тоже корень «зим». Борьба. Борец. Бороться. Воевать. В этой строчке не все слова однокоренные. В словах «борьба», «борец», «бороться» корень «бор». А слово «воевать» лишнее. Час, часовщик, часики, часовая. Это однокоренные слова. Слово «час» имеет корень «час». Слова «часовщик», «часики», «часовая» образованы от слова «час». У них тот же корень «больница», «боль», «больной», «большой». Не все слова однокоренные. В словах «больница», «боль», «больной», «корень», «боль». А в слове «большой» корень «больш» и образовано оно от другого слова. Вода, водный, водитель, водяной. В этой строчке тоже не все слова являются однокоренными. Слово «водитель» хоть и имеет корень «вод», но оно образовано не от слова «вода», а от слова «водить». «Водить машину». Солонка, соль, солить, соленый. Эти слова однокоренные, образованы от слова «соль» и имеют корень «сол». А сейчас отгадайте загадку. Посмотри, мой милый друг, что находится вокруг? Небо светло-голубое, солнце светит золотое, ветер листьями играет, тучка в небе проплывает, поле, речка и трава, горы, воздух и листва, птицы, звери и леса, гром, туманы и роса, человек и время года. Природа – это всё вокруг природа. Разберите это слово по составу. Проверьте, что у вас получилось. Природа – окончание «а», природ – основа, природ – корень. Ребята, слово природа – словарное слово. Нужно запомнить безударную гласную «и». Вспомним правило. Общая часть родственных или однокоренных слов всегда пишется одинаково. После урока запишите это слово в словарик и запомните его правописание. Это интересно. А знаете ли вы, что всё, что нас окружает, называется природой родного края? Народная мудрость гласит «своя земля и в горсти мила». Раньше при отъезде из дома было принято брать с собой горстку родной земли. Считалось, что родная земля способна оберегать человека от опасностей. Давайте подведём итог урока. Значимая часть слова – корень. Для связи слов в предложениях служит окончание. Новые слова образуются при помощи приставки и суффикса. Ребята, наш урок подходит к концу. Вы сегодня хорошо поработали, пополнили свои знания. Предлагаю закончить наш урок стишками-запоминалочками. Слово по составу верно разбирай. Первым окончание всегда выделяй. На основу внимательно смотри. Корень поскорее ты у неё найди. Приставку и суффикс в конце определим. Интересная семья. В ней живут одни слова. Корень во главе идёт. Всем значение придаёт. И в семействе все слова смыслом связаны всегда. Всем большое спасибо. До новой встречи на следующем уроке русского языка. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok